Здравствуйте! Вы смотрите программу Космонавтика. На Байконуре идет подготовка к старту ракеты-носителя «Союза» и транспортного корабля «Прогресс». Специалисты космодрома приступили к самому важному – укладке груза. На орбиту отправится научная аппаратура, запасы кислорода, продукты и, конечно же, посылки от родных и близких для экипажа. Старт второго в этом году грузовика по маршруту Байконур-МКС намечен на 20 апреля. В подмосковном центре Сколково обсудили настоящее и будущее российского космоса. Космонавтике необходимы амбициозные, но реальные проекты, заявил глава Федерального космического агентства Владимир Поповкин. Здесь же в Сколково было подписано и соглашение о взаимодействии Роскосмоса и научного центра. Первое включение российского научного аппарата, который летит к Марсу на борту американской станции, прошло успешно. Прибор изготовлен в Институте космических исследований. Его главная миссия – поиск воды на Красной планете. Российские ученые провели тестирование своего оборудования, установленного на марсианской научной лаборатории. Ее отправили к Красной планете 4 месяца назад. Детектор альбедных нейтронов, или сокращенно дан, исправен. Ни старт, ни космический путь в миллионы километров ему не повредили. Аппарат пролетел половину пути до Марса. В расстоянии, сейчас точно не скажу, но где-то около 60 миллионов километров. И где-то на этой отсечке было принято решение, то есть оно заранее закладывалось, что нужно, грубо говоря, повключать приборы, понять вообще, как старт прошел, то есть все ли приборы выжили и так далее, и вообще, как себя чувствует марсоход. Станция Curiosity, по-русски любопытство, прилетит на Красную планету в августе и совершит посадку в кратер Гейла возле экватора. Диаметр кратера 150 километров. По мнению ученых, он образовался после падения метеорита 3 миллиарда лет назад. Это один из глубоких кратеров на Марсе. Возможно, когда-то он был заполнен водой. Именно прибор ДАН должен подтвердить или опровергнуть эту гипотезу. В научном сообществе долго обсуждалось вообще, куда садиться. Было выбрано по общему количеству моментов несколько кратеров, с точки зрения научной, которая интересна. Сейчас выбран кратер Гейл, и посадка будет производиться туда. То есть там и вода может быть, и минералы интересны, и, собственно, состав грунта интересен. Прибор ДАН состоит из двух блоков. Один — генератор нейтронов, второй — детектор. Пока марсоход любопытно будет колесить по кратеру, ДАН пучками нейтронов будет расстреливать на метровую глубину марсианскую поверхность. Нейтроны не то что ударяются, они проникают вглубь поверхности на глубину до метра. Они там гуляют, 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 и в итоге выходят на поверхность. Чем больше воды в грунте, тем больше замедляются нейтроны в этом грунте. И мы, собственно, просто этим прибором видим. В проекте по исследованию Красной планеты участвуют пять стран. Российских ученых из Института космических исследований пригласили американские коллеги после совместного эксперимента на Луне три года назад. Тогда российский прибор ЛЕНД, установленный на американском спутнике, тоже искал лед. Исследования показали — Луна вовсе не каменная глыба, там большие залежи льда в так называемых холодных ловушках. Это такие низменности, может быть, от ударных кратеров в окрестностях Северного и Южного полюса, куда никогда не попадают лучи Солнца. Сейчас специалисты определяют, в каких районах Луны и Марса больше воды, которая очень важна для будущих инопланетных баз. Сближение и стыковка — один из самых сложных маневров на орбите. Еще на заре космической эры эта задача была решена специалистами Научного института точных приборов. В эти дни институт отмечает свое 60-летие. За этими кадрами с орбиты невероятное напряжение космонавтов, сотрудников ЦУПа, родственников экипажа. Но все штатно. Точное сближение, стыковку корабля «Саид» с Лежнародной космической станцией обеспечивает системы курс, возрожденная вне и точных приборов. Есть касание, есть стыкка. То это вот где-то ошибиться, как аппараты могут столкнуться, и все, крах всему. Трагедия не то слово, драма. Тут все время нужно пройти по краешку пропасти и не упасть туда. Если это удается, то это счастье. Вот в этом, собственно, и интерес работы и вне и точных приборов, и вообще в отрасли. Здесь познакомились с космосом еще в королевские времена, когда обеспечивали командное управление первых спутников. А в середине 60-х приступили к разработке первой системы стыковки. Ее назвали «Игла». На одном корабле установили активную «Иглу-1», на другом — пассивную «Иглу-2». Новость о первой в истории стыковке на орбите облетела мир в 67-м. Корабли «Космос-186» и «188» состыковались идеально. Было много представителей естественной промышленности. И в частности был Гагарин. И руководитель курирующей нас лаборатории подозвал меня к Гагарину и попросил объяснить, как функционирует «Игла». С тех пор техника и технологии шагнули вперед. «Иглу» сменил курс. Без этой системы невозможно было бы создание орбитальной станции «Мир» и Международной космической станции. «Курс работает у нас где-то с октября 1986 года. Это вот когда первая стыковка была. И я думаю, по крайней мере, больше ста стыковок уже совершено на нем». Сейчас к полету готовится новое поколение системы «Курс» — цифровое. Им оснастят следующий грузовик «Прогресс», который доставит оборудование и продукты для космонавтов. Как обычно, с ювелирной точностью. «Некоторые отличия, конечно, появились. Ну, во-первых, элементная база, другая более совершенная. И уже системы управления начали развиваться. Что если «Игла» работала, там у них стыковка была в основном метод параллельного сближения, то сейчас уже включился метод свободных траекторий, как называемый, когда объект выводится в упрежденную точку встречи. То есть это требует меньше горючего, меньше энергетики». Сегодня НИИТП — это огромный научно-производственный комплекс, который занимается разработкой спутников и наземной аппаратуры. С недавних пор, благодаря точным приборам научного института, на Землю поступают снимки нашей планеты со спутника «Ресурс ДК», который охраняет Землю от стихийных бедствий и катаклизмов. Точность, вежливость королей и принцип работы знаменитого НИИ. 55 лет назад фантаст Иван Ефремов написал свой главный роман «Туманность Андромеды». В союзе Великого Кольца дружно уживаются земляне и братья по разуму. Ныне научная фантастика не столь благодушна. Пессимизм охватил и ряд ученых. Они полагают, что человечество сегодня вряд ли установит контакт с братьями по разуму. Земля не выдерживает экзамен на космическую зрелость. Постоянные войны, техногенные катастрофы. Кому это понравится, так что есть над чем задуматься. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова